А наркоманы без наркотиков жить не могут, а качки своеобразные наркоманы. Наркоту тоже толкают везде, в каждом подъезде, и что? Я же всегда говорю, пока они начнут и трахаться, качества не будет. Не, красиво выглядеть лучше, чем вкусно покушать. Секс или тренажерный зал? А там где-нибудь еда. Сейчас, подожди, а у меня жена это может смотреть. Почему мне вообще надо отказаться? Вот прям сейчас. Что, простите? Джей знает толком в деле. Всем привет! Вы на канале Bodymania, и с вами ведущий Михаил Генералов. Мы находимся на супер-классном и жарком турнире. Почему жарком? Потому что он проходит в Сочи. Называется Гран-при Сочи. Помимо каких-то спортивных моментов и самих соревнований, мы еще выясним, может ли спортсмен прожить без качалки. Было очень приятно прилететь в лето. И в тихую, в такую погоду, расслабленные какие-то движения людей. Но чувствую, что это курорт. Я не знаю, сколько будет участников, но судя по тому, что зал достаточно полон, и у нас плотное расписание на регистрации. Думаю, что человек 150-то мы наберем, можем чуть больше. Может ли человек жить и существовать без тренажерного зала, без похода в качалку, скажем так? Нет, без тренировок жить, конечно, нереально. И не нужно, и надо сделать какой-то выбор. Надо найти время, расставить приоритеты. Может ли спортсмен прожить без качалки, без тренировок? Это ж надо напрячься все своестроумнее, да? А наркоманы без наркотиков жить не могут, а качки своеобразные наркоманы. Товарищи наркоманы, посещайте тренажерный зал, и все будет хорошо. Секс или тренажерный зал, походу? Походу тренажерный зал. Сейчас, подожди, а у меня жена это может смотреть. Вот, ей тем более будет это любопытно. Секс или тренажерный зал, ну, если бы, конечно, моя жена бы мне поставила такой выбор, конечно бы, с сексом, ну, здесь уж никак. А так тренажерный зал. Что бы лично вы выбрали? Занятие в тренажерном зале или, например, вкусно покушать? Очень сложно. И тут мозг закипел. Нет, красиво выглядеть лучше, чем вкусно покушать. Наконец-то мы добрались до главного организатора данного турнира, Гран-при Сочи, который станет, я уже так понимаю, регулярно проводиться. Хотелось бы услышать, какие трудности возникли на пути организации или что-то наоборот легко получилось? Какие вообще впечатления? Все-таки первый раз. Да. Я скажу так, поначалу вообще никаких трудностей не возникло, а вот сейчас возникает и каждую минуту возникает. Так что я думаю, знаешь, я скоро в аптеку по этой феназепам буду употреблять. А вот что ты выберешь? Тренировки или секс? Две секунды на ответ. Ой, секс. Вот честность. Вот кому надо было протеин давить. Приоритеты. Приоритеты. И, соответственно, приоритеты, связанные с фитнесом и с посещением тренажерного зала. Вот, например, вот лично вы, что бы выбрали, покушать вкусно или позаниматься в тренажерном зале? Вот либо от одного надо отказаться, либо от другого. На всю жизнь. На всю жизнь, да. Вот либо всю жизнь вообще не есть ничего. Только категорично. Хорошо, наград. Я вообще не принимаю такие решения. Секс или посещение тренажерного зала? От чего можно отказаться? Я вообще не понимаю. Вот выбор, вот есть. Вот так. Почему мне вообще надо отказаться? Важнее секс, чем занятия в тренажерный зал. А как одно без другого? Это же все от другого зависит. Я же всегда говорю, пока не начнете трахаться, качества не будет. Все правильно. То есть глубина мышц становится лучше. Конечно, конечно. Алексей, извините, пожалуйста, у нас срочный вопрос. Секс или тренажерный зал? Конечно, секс. Все, спасибо большое. Здравствуйте. Очень рады видеть на нашем турнире Джей Катлера. Спасибо. Вот. У нас очень... Извините тогда. Секс или тренажерный зал? Вот это такая дилемма большая. Либо то, либо то. Никак. Никак, да? Выбор. Наверное, все-таки качалка. Больше сказать нечего. Джей знает толком в деле. Санек, привет. Привет. Ты в куртке, а тут все в купальниках, да? В чем причина? Очень мало углеводов в моем организме. Такой вопрос. А секс или тренажерный зал? Вот что выбираешь? Что лучше? А там где-нибудь еда. Да. Да. Какими судьбами что в Сочи делаешь? Пригласили выступить на турнире на Гран-при Сочи. Категория? Категория 90+. Ну, здесь, как бы я так понял, 90+. Больше нет категории, поэтому 90+. На какое место рассчитываешь? Ну, я всегда готовлюсь на первое место, а там как уже получится, поэтому буду стараться максимум показать, порадовать зрителей и буду надеяться, что оценят, судя по достоинству. Фитнес, бодибилдинг – это не вид спорта, это образ жизни. Нет другого вида спорта, нет другой такой физической деятельности, где тренировочный процесс занимал бы 24 часа в сутки. То есть не так важно, что ты делаешь в зале, но как ты питаешься, как ты спишь и как ты отдыхаешь. Это 24 часа в сутки, ты не можешь закрыть за собой зал и перестать тренироваться. Вот ездишь в Макдональдс и везде, вот кругом, вот просто повсюду. Ну и что? Ну так наркоту тоже толкают везде, в каждом подъезде, и что? Виталий, вот хотел узнать, насколько вам комфортно в новой категории? Я же так понимаю, сейчас только первый, так скажем, старт и прошли первый сезон в новой категории. Как себя чувствуешь вообще? Насколько? Адаптировался, нет? Да, чувствую себя гораздо лучше, потому что нет никаких рамок и ограничений, чтобы вписываться в категорию, не приходится гонять огромное количество килограмм. Сколько тебе дать денег, чтобы ты завязал тренироваться? Вот прямо сейчас. Что, простите? Денег сколько тебе дать, чтобы ты завязал с тренировками? Ниссан, GTR. Вот что бы вы выбрали, тренажерный зал, ну занятие или секс? Тренажерный зал. А вот так вот. А тренажерный зал или вкусно покушать? Для меня куриная грудка очень даже вкусно, зато я вот схожу в какую-нибудь пиццерию и сейчас ем эту пиццу, и я не понимаю, как люди получают удовольствие, поглощая эту еду. Вот не лезет в меня такое. И для меня это невкусно. В какой категории выступаете? Фитнес-бикини 163. Ага. Маленький. Супер. Ну, не самый, но почти что. А вот сколько надо дать денег, чтобы вы завязали навсегда с тренажерным залом? Мне не надо денег. Вообще? Нет. Вот так вот. Секс или тренажерный зал? Тренажерный зал. Фотографы. Я знала, что вы удивитесь, но тренажерный зал. Итак, автору самого честного ответа мы дарим замечательный вкусный протеинчик. Вынимайтесь спортом, друзья. И ставьте его в приоритет. Секс или тренажерный зал? Тренажерный зал. Тренажерный зал или вкусно поесть? Тренажерный зал. А может, для того и нужно, чтобы было и секс и поесть. Точно. А я как тут не задумывался. Приятно было увидеть на регистрации Гран-при Сочи много узнаваемых медийных и интересных личностей. А также приятно удивил очень высокий уровень спортсменов. Завтра они будут участвовать. А сегодня проходила регистрация. Им было тяжело, естественно. Но мы постарались от себя поднять ребятам и девчонкам настроение. И внести свою маленькую долю позитива. Редактор субтитров А.Семкин